И завершающий обзорчик это то, что же можно сделать из агарового дерева. Конечно же исходник не самый лучший в мире, можно было бы синтезировать в 100 раз лучше. Я об этом уже 100 лет назад написал, расписал и кучу посвятил этому материала. Еще до того, как это все обнаружил в природе, в природе агаровое дерево обнаружил, лично я, буквально там позавчера. Неважно, но что можно делать с агаровым деревом? Зачем? Что? Ну, грубо говоря, можно притворяться, что мы дышим ладаном. Можно вот его скурить, его как ладаном, купить там за 10 штук баксов килограмм и курить себе как ладан. Есть 20 штук баксов, курим как ладан. Можно не обманывать себя, все-таки это не ладан. Здесь вроде бы как таких мощных канцерогенов, как в ладане, нету. А антидепрессанты как раз есть, поэтому его можно курить дудкой. Дудкой можно курить, разумеется. Можно его курить совместно с чем-то, конечно же. Тут, конечно, и без чего-то обойтись можно вполне себе. Здесь такой набор, о котором я ранее говорил, не маленький. Но, тем не менее, его еще можно заполировать. Допустим, эту древесину, пропитанную этой смолой, можно мелко-мелко-мелко измельчить, пропитать терпенеолом. Продается такой чудесный терпенеол. Это не какой-нибудь там галимый 356 раз разбодяжный черным кардамоном зеленый кардамон, который сам по себе дорого стоит. Это 50 гривен или там рублей маленькая упаковочка, где там одна треть только катит, а все остальное это мусор. Это черный кардамон, он не катит вообще. А это чистый, практически чистый кардамон, то есть терпенеол из Одриш или каких-нибудь других контор, которые им торгуют. То есть подготовленный для фармакологии, фармакологии он тоже используется. Или подготовленный для парфюмерии. Еще раз можно перегнать, если что. И использовать, то есть пропитать еще им дополнительно, чтобы это такая была пропитанная уже максимально штучка. Терпенеолом. Терпенеол тут абсолютно замечательно может вписаться. Еще и азиатропом улучшит отгонку всех вот этих вот более таких терпеноидных веществ. Потому что терпенеол там буквально вот это вот небольшое колечко и вот здесь гидроксильчик. Все, там почти ничего нет. Он будет наиболее легко лететь и еще и азиатропом возможно отгонять остальное. Плюс он будет давать свои вклады в эффект. Потому что он является сверхлегким опиоидным терпеном с гидроксилом. Прекраснейшее вещество. Сам цинус кардамона. Королевы специй. Есть король специй шифран, о котором у меня тоже на канале. Вы можете узнать все, чем вы не узнаете на любых других каналах. А есть королева специй кардамон. И здесь тоже меметиков абсолютно большое число. Канабиноидных есть, но большинство именно опиоидных легких меметиков, сверхлегких меметиков. И возможно, и возможно такие плюс-минус и не очень-то и легких даже меметиков. Поэтому это можно курить. Вот. Почему я об этом говорю? Да потому что он стоит кучу денег. Просто кучу денег. И вы разоритесь, если будете чадить ей кодилам. Есть целые плантации этого дерева, которые специально выращивают, специально заражают, специально продают. Есть куча контор идиотских, например, какие-то гучи. Например, еще там что-то, еще там что-то. Которые парфюмерии производят. А они тоже парфюмерии производят. Которые просто делают на нем свое имя какое-то. Понимаете? Потому что он передает какие-то там нотки. Замечательно, что он передает эфирное масло с него, передает какие-то там нотки. Но в эфирном масле нет вот этих вот веществ. Вот. И части вот этих вот веществ там тоже нет. Или они немножко видоизменены. Но они все-таки его досыпают и, мол, кушайте, ребята, с корыта. Так, ничего подобного. Это не катит, ребята. Душится. Опиум тоже очень-очень хорошо пахнет. Если кто не в курсе, есть даже духи опиума. И не просто так. Потому что сам запах, аромат горелого опиума, он очень приятный. Он реально духи. Не знаю, откуда я узнал. Короче. Вот. То есть, да, аромат это замечательно. Но для того, чтобы использовать его в медицинских целях, его можно курить, курить. Да. Заваривать как чай, курить. Это будет, если как чай, допустим, или кофе, вместо кардамона можно такую смесь ложить. Вот. То есть, помощнее, я думаю, будет. Как вариант. Я не знаю, что там будет с почками печени. Может, что-то будет. Хотя вряд ли, если много даже, скорее всего, что вряд ли, много будет, скорее всего, аж похереет аж от хороших-то эффектов. Аж поплохеет от того, как вам хорошо. Я думаю, что будет вот так скорее, чем вылетят почки или печени. Тут ничего такого особого. Я особо прям так, чтобы сильно было гипотоксичным. Ну, как бы есть моменты, но много нет. Так что такие дела. То есть, можно вместо кардамона в кофе добавлять именно вот такой вот продукт. Плюс еще с терпинеолом. И будет то же, что и кардамон, но еще и на порядок выше. То есть, это может быть очень отличный и замечательный энтоген, который реально будет воздействовать тонко. Не будет, как бы, вызывать никакой толерантности особо большой. Не будет при этом, опять же, как следствие, вызывать привыкание и пристрастие. Во-первых, спирт и не настолько анаркогенны. Они очень тонко действуют. Во-вторых, тут эффекты легкие. Если они будут, то они будут достаточно легкие. То есть, в чем фишка? В том, что нужно очень-очень-очень мощный эффект для того, чтобы понизить чувствительность эндогенной системы, каннабиноидной, эндорфиновой. Чтобы потом были определенные ощущения, то есть, ломки. Таких ощущений не будет, если человек поупотребляет и не будет потом некоторое время употреблять. Скорее всего, что не будет и вообще, скорее всего, что не будет. Или какой-то там минимум будет абсолютно детский. По сравнению с тем, что обычно продают, чем обычно занимаются. Перспективно ли это? Да, это перспективно. Потому что дупаминергики, и опиаты, и каннабиноиды, да, это перспективно. Увы, это перспективно. Мы живем в таком мире. Здесь сплошные какие-то головники. Здесь сплошные напряги. И без этого крысы в таком мире не выживают обычно. Или живут очень туго. Поэтому они употребляют. Даже крысы. Не говоря уже о людях. Да. Стрессом делает свое. А наш мир – это мир стресса. Если вы еще живы, если еще не шарахнула атомная бомба, то вы, наверное, знаете. Но неважно. Тем более, что атомная бомба в этом мире совершенно не самое страшное, что может быть. Уже самое страшное случилось давным-давно. Короче, неважно. Так вот, да, опиаты без зависимости, дупаминергики без зависимости не существуют. Кардамон, шафран. Опять же, это дерево. Почему нет? Почему не использовать? Преграда одна. Это стоимость. По большому счету. И непонимание. С непониманием мы можем побороться. Со стоимостью, скорее всего, что поначалу нет. Вот, поэтому, ну, во всяком случае, мы можем ее снизить гораздо, 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 в десятки, в сотни раз, если мы будем это употреблять правильно. Но, вот, потому что, ну, ладан, он беспонтовый, по большому счету. Там есть только одно реально работающее антидепрессивное вещество, а все остальное так, мусорок. Вот, романтический мусор. А это тебе не ладан, здесь много чего. И тут нету вроде канцерогенов, поэтому это можно курить. Да, можно курить, и здесь нет ничего такого, чтобы запрещало. Что это можно курить, я имею ввиду по веществам. Поэтому я считаю, что легкие, замечательно, тончайшие опиоиды, проэндорфиновые такие вещи, без зависимости, без тяги, они уместны. Они, как минимум, могут конкурировать со всяким дерьмом. Вот, и почему нет? И как раз такой метод употребления, плюс еще терпенеола добавить, гораздо снизит дозировку. А эффекты останутся теми же. Так что, я думаю, потенциал большой. Я бы даже сказал, огромный, потому что это, ну, полмира тех людей, которые понимают в шафране кардамония, они поймут и эту тему. Так что за ним будущее, а потом и, может, синтетика подтянется более разумной, например, моя. Ну, потенциал просто огромный, порошочка из этого дерева, который употребить, употребить. Как нужно. Это да.